Здравствуйте! В эфире программа «События недели» с самыми важными и интересными новостями города. Вас познакомлю я, Ксения Комогорцева. В этом выпуске вы увидите. Награждение на планерном совещании, совещание по программе формирования комфортной городской среды, открытие кабинета гемодиализа, рабочая поездка Министерства экономики Бурятии, вручение наград, победа на конкурсе проектов, военная игра «Победа», лыжный переход, первомайская эстафета, конкурс патриотической песни «Мы вместе». В конце апреля глава города посетил город Магадан, где проходил конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды для субъектов Дальневосточного федерального округа. Проект прибрежного парка «Северное сияние Байкала» был достойно представлен Олегом Алексеевичем. В результате победы на реализацию этого проекта Севербайкальску будут выделены 150 миллионов рублей. Хочу всех наших жителей порадовать с хорошей новостью. Мы участвовали в конкурсе «Малогородов» Дальнего Востока. И по итогам конкурса мы объявлены победителями. Сумма в 150 миллионов рублей будет у нас потрачена на благоустройство прибрежного парка «Северное сияние». Это вторая часть. Насколько вы знаете, в этом году мы завершили первую часть, это первый этап, и окончательный этап уже будет в 2024 году. Вообще потенциальных участников было 28 населенных пунктов. Мы участвовали в городах с населением от 20 тысяч до 70 тысяч. От Бурятии было три заявки принято. Это город Восиноозерский, город Закаменск. Они также были победителями. У них сумма немного поменьше. У них сумма в 100 миллионов рублей. Поэтому всех хочу поблагодарить, жителей нашего города, которые участвовали в разработке проекта, работников администрации, компанию «Картфонд», Панина Александра Николаевича, наших постоянных партнеров из Иркутска, городосвязательная школа «Козак» Александра за оперативность, за очень качественную работу. На планерных совещаниях, которые состоялись в администрации 16 и 25 мая, глава города вручил причастным различные награды. Нагрудным знаком «Почётный донор России» и благодарственным письмом за поддержку донорского движения награждается Нагорный Михаил Николаевич. Всероссийский педагогический съезд «Моя страна» дипломом лауреата Всероссийского конкурса «500 лучших образовательных организаций страны-2023» в номинации «Лучшая организация дополнительного образования детей-2023» награждает Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» город Севербайкальск. Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления награждает знаком «За развитие местного самоуправления» Кузину Анастасию Николаевну. За наслуги в развитии местного самоуправления Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления почетной грамотой награждает методиста управления образования администрации Манзарову Марину Баянтуевну. Почетной грамотой награждается специалист по персоналу управления образования администрации Миронова Альбина Спиридоновна за дослуги в развитии местного соуправления. Совместным благодарственным письмом администрации города и Севербайкальского городского совета депутатов за организацию и помощь в проведении межрегионального турнира «Ворошиловский стрелок», посвященному 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, награждается специалист по связям с общественностью городец Мария Геннадьевна. Награждает старшего прапорщика командира отделения неведомственной охраны Росгвардии Коренова Сергея Викторовича. Самый стойкий судья был у нас, как только его не пытались поменять его решение, но главный судья соревнований – отличная работа. Награждается комендант административно-хозяйственного учреждения Краева Ирина Евгеньевна. Благодарственным письмом администрации города и Сербайкальского городского совета депутатов награждается начальник отделения неведомственной охраны Росгвардии Бухаев Андрей Кимович. Самые главные наши помощники в проведении Ворошиловского стрелка в этом году, мы многие знают, впервые уже участвовали у нас взрослые команды, поэтому большое вам огромное спасибо. Турнир прошел на достойном уровне, ежегодно мы его надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Награждается специалист по кадрам неведомственной охраны Росгвардии Алексеева Ольга Владимировна. Спасибо за помощь, спасибо за участие. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо. Благодарственное письмо вручается Золотухиной Елене Васильевне за организацию активного взаимодействия с представителями отделения Национального банка Республики Бурятия, также в рамках программы профилактических мероприятий в сфере противодействия нелегальной деятельности на финансовом рынке в Республике Бурятия 2021-2022 год. АПЛОДИСМЕНТЫ Большое спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ По итогам мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядительными средствами бюджета муниципального образования в городе Северо-Вайкальск за достигнутые успехи в 2022 году в обеспечении высокого качества управления муниципальными финансовыми, дипломом первой степени качества награждается коллектив администрации муниципального образования в городе Северо-Вайкальск. Дипломом второй степени качества награждается коллектив управления образованием администрации муниципального образования в городе Северо-Вайкальск. За организацию и помощь в проведении межрегионального турнира «Варашиловский стрелок», посвященному 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, благодарственное письмо администрации муниципального образования вручается Киселевой Елене Владимировне. Также благодарственное письмо вручается Башко Марине Васильевне, медалист в управлении образования в городе Северо-Вайкальске, благодарственное письмо Бутакову Евгению Геннадьевичу, благодарственное письмо Зверькову Сергею Сергеевичу. В середине мая в Северо-Вайкальском лечебном учреждении открылся долгожданный кабинет гемодиализа. К сожалению, каждый человек подвержен болезням, одно из которых – грозное заболевание, при котором почки человека перестают справляться со своей функцией. Постепенно человек отравляется токсинами, и только с помощью этой процедуры, при которой кровь очищается вне организма, люди живут дальше. – Постоянно приходилось ездить туда? – Там жить приходилось. – Поскольку времени там проживали, где проживали? – Я пять месяцев там жила. Четыре года я ждала, пока здесь. – А теперь это очень удобно? – Ну, конечно. Если у человека нет жилетов, это же вообще прекрасно. – Вы уже на дорогах не занимали деньги, тратились? – Ну, конечно. И жить там, снимать же что-то надо. Жить. – А сейчас здесь будете постоянно быть? – Да. – Ну, вы рады, что есть такая-то невозможность? – Конечно, рады. – Ну, здорово. Я не вопрос стараюсь сейчас. Спасибо всем нашим медикамерам. Возможности этого гемодиализмного центра удовлетворят полностью потребность больного человека в медицинской помощи. Гемодиализм – это метод внепочечного очищения крови. Это когда у людей полностью перестали работать свои собственные почки, перестали очищать кровь, а пациенты приходят на эту процедуру. К сожалению, эта процедура пожизненная. Три раза в неделю по четыре часа они должны приходить и посещать наш диализмный центр. Благодаря тому, что удалось открыть диализмный центр на севере республики, жителям именно вот этого отдаленного района, не придется переезжать в город Улан-Удэ, а именно в городе Улан-Удэ сосредоточено основное количество диализмных центров. В районах у нас есть только в Кабанском районе и Селингинском. И жители Северо-Байкальска, Нижнеангарска должны были переехать либо в город Улан-Удэ, кто-то переезжал в Братск, кто-то в Иркутск. Один из пациентов переехал в Новосибирск. Но и сейчас, благодаря тому, что открылся центр, люди смогли вернуться домой. Действительно, это очень долгожданное событие. Все это началось при Юрии Анатольевича Манныновой. Он стоял у истоков, так сказать, открытия данного вида помощи. Нам пришлось вместе преодолеть очень большие технические сложности, потому что требования и к установке данного оборудования, и комплекс, который идет в составе этого оборудования, то есть, ну и технические сложности. Поэтому были проблемы у нас с получением и рецензий, и санэпид-заключений. Но вот, благодаря совместным усилиям, все мы эти проблемы преодолели. И 13 мая, наконец-то, данный кабинет у нас в городе заработал. Вот. Большое спасибо Вере Яковлевичу. То есть, и в процессе подготовки, так сказать, вот этого вида помощи мы очень плотно общались. Ну и вот они приехали по нашей просьбе в командировку на рабочем месте, чтобы оказать практическую помощь, так сказать, на начальных этапах работы. Вот хочется сказать, что здесь огромная работа проделана по подготовке кадров. По подготовке кадров. Все, кто приезжал учиться, это мастера своего дела. И сейчас мы просто наблюдаем, да, как они работают. Наблюдаем, чуть-чуть что-то корректируем. И всю основную работу выполняют именно работники Северо-Байкальской больницы. Вообще, это заболевание у нас построено? То есть, на руках у таких заболеваний людей? Ну, к сожалению, да. Таких пациентов, ну, большое количество. Единственное, что показания уже для проведения вот этой заместительной терапии, конечно, их выносит врач-нефролог, вот, у нас тоже доктор этот есть, в поликлинике она будет заниматься такими пациентами, вот. Но не все, то есть, так сказать, попадают именно уже на диализ, да. То есть, заболеваний, при которых идет поражение почек, очень много, но на диализ, ну, к счастью, наверное, попадают не все пациенты. Поэтому за ними будут наблюдать их участковые врачи, их будут консультировать нефрологи, но когда уж, если возникнет необходимость, будем здесь проводить данную процедуру. В мае наш город посетили министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова и ее заместитель Эльвира Дабаева. По завершению пребывания в городе Северо-Байкальск представителей Министерства экономики Республики Бурятия состоялось совещание в администрации города. С самого утра достаточно была принята плотворная работа. Проведено несколько тематических секций, в том числе в плане обучения и встречи с предпринимательским сообществом нашего города. Прошли непродуктивно, я думаю, было озвучено много вопросов. Для себя лично мы тоже познали некие аспекты, которые требуют, ну, с нашей стороны, детальной проработки, да, часть непосредственно и организации некоторых технических моментов связаны как раз таки с реализацией мастер-плана города. Я думаю, что мы будем сейчас определенно дополнительно, помимо текущих всех решений и задач, большая стоит задача по реализации мастер-плана города в том числе. Поэтому, надеюсь, на плотворную работу будем стремиться к реализации поставленных задач. Екатерина Николаевна у нас еще проводит рабочую встречу, много не успела на совещании, поэтому, Елена Сергеевна, пожалуйста, слава вам. Спасибо, Алексей Алексеевич. На самом деле, как вы правильно отметили, программа очень насыщенная. Стоит отметить, что в этой поездке нам удалось встретиться именно с бизнесом, услышать их более чаяннее, посмотреть конкретные проекты, которые реализуются в Сербайкальском районе, в городе Сербайкальск. И мы понимаем, что есть очень много вопросов, где мы должны и обязаны подключаться. Хорошо, что в рамках этой поездки приняли участие наши руководители институтов развития. То есть мы на базе тех кейсов, которые уже есть, посмотрим, какие все-таки проблемы мы можем разрешить, какие вопросы мы сможем вынести на федеральный уровень, потому что мы понимаем, что есть и природоохранные ограничения, которые нужно решать на уровне того же Минвостока развития. Юрий Петрович, обязательно будем подключать. Услышала и вижу, что есть запросы у администрации с точки зрения работы с государственными инвестициями. Давайте встречаться, мы открыты. Будем рассказывать вам, каким образом попадать в государственную программу Республики Брятти, Российской Федерации. Это очень важно, тем более в рамках реализации мастер-плана города Сербайкальск. Мы понимаем, что те расходы, которые подлежат для строительства и реконструкции заявленных объектов, их так и много. Поэтому надо будет здесь рассматривать и другие варианты, альтернативные, в том числе и консионные соглашения, привлекать небюджетные источники. В этом, конечно, мы вам всем поможем. Дмитрий Сергеевич, можно вопрос? Ваши впечатления вообще с Северопайкальска? Территориально, как мы находимся? Вот меня сегодня все спрашивают, была ли раньше я в городе Сербайкальск. За 40 лет впервые, на самом деле, на Северах вообще впервые рассказывала, что 16 лет я отдала тоже муниципальное образование, работала в комитете по строительству города Ланды. Понятное дело, не всегда были возможности посетить другие районы. Но вот с 20-го года работаю в Мстерстве экономики, и вот такая возможность. И хочу сказать, что красивее города я еще не видела. Быть на берегу Байкала, жить этой энергетикой, ну, вам очень повезло. Я думаю, что все мои коллеги зарядились этой энергией. И мы с полными силами едем домой работать дальше. 24 мая председатель городского совета ветеранов Александр Волков и заместитель главы города по социальным вопросам Алексей Купцов вручили высокие награды нашим землякам. На заседании городского совета ветеранов проведено вручение медалей труженикам тыла, которые в годы Великой Отечественной войны ковали нашу победу в тылу. Наградами отмечены Гологанова Любовь Семеновна и Бочарова Владислава Владимировна. Ну, так как Гологанова у нас Любовь Семеновна сейчас болеет, и вручать мы будем ее, если получится, мы вместе выйдем после заседания с Владимиром Ивановичем и больницей вручим. Я бы хотел Бочарова Владислава Владимировна вручить медаль за победу Великой Отечественной войны 41-45-й годами. Командин Виталий Сергеевич воевал за свободу и независимость нашей Родины в частной военной компании «Вагнер». Виталий Сергеевич погиб смертью храбрость, исполняя свой воинский долг. Награды были вручены отцу павшего воина. Это благодарственное письмо главы Луганской Народной Республики, спасечника, награждает команде на Виталия Сергеевича, который воевал за свободу и независимость Луганской Народной Республики. Пал смертью храбрых на поле боя, пройдив мужество и отвагу. Сергей Иванович, благодарственное письмо выключается отцу погибшего бойца Сергею Витальевичу. Также вручается медаль за отвагу. И медаль «Черный крест» тоже вот такого формата. Это вагнерский, да? Да. А вот это, это, это вешается, как помните, в свою бытность. Ветераны Великой Отечественной войны вешалось на дверь, что здесь проживает такой-то, такой-то. И у них это вот как-то в выходе сейчас делается. Именно участникам. Спасибо вам. Вагнерского движения. За сына. За воспитание сына. Совещание по обсуждению реализации программы формирования комфортной городской среды состоялось в администрации 26 апреля. По реализации программы комфортной городской среды в Севербайкальске в этом году будут реализованы две площадки. Это благоустройство двора по улице Космонавтов, дом 3-5 и павильон с общественным туалетом при входной группе Центрального парка. Это общественная территория. Мы голосовали в том году за нее, общественность голосовала за нее. Сейчас мы, скажем так, в конечный этап включились реализации вот этой входной группы. Так как входная группа сама по себе была такой достаточно амбициозным проектом, мы ее разделили на несколько этапов реализации, что нам помогло ее завершить. То есть у нас был основной объем в первом году реализовывался, в последующем мы доделывали фонтан. В этом году мы этот фонтан будем запускать уже в эксплуатацию. И в этом году мы доделываем эту входную группу с помощью павильона, где будет устроено пространство для кафе детского, скорее всего. Это будет выставляться пространство на конкурс и общественные туалеты, которые помогут, конечно же, улучшить эксплуатацию нашего парка центрального. Также Северо-Байкальск участвует в программе «Тысяча дворов». В прошлом году было сделано пять дворов, в этом планируется четыре. Инициатором данного совещания выступила Общественная палата города, которая также плотно работает по проекту формирования комфортной городской среды и принимает активное участие во всех мероприятиях. Председатель Общественной палаты Светлана Авдевич назвала Центральный парк одним из самых важных объектов реализации программы. В преддверии 50-летия БАМа, основание, начало стройки БАМа, обратили внимание на наш город. Это очень радостно и прям такая гордость большая за наш город, что Владимир Владимирович Путин прям дал поручение на развитие именно нашего города. И комфортная городская среда в плане дворовых территорий – это очень важно, потому что чем заняты наши дети, это наше будущее. Хотелось бы, чтобы наше будущее было очень светлым. Елена Выговская рассказала о реализации и других программ. Еще у нас, помимо того, что сказал Евгений Владимирович, что благоустройство, такие важные сейчас реализуются проекты. Это в рамках федерального проекта сохранения озера Байкал, национального проекта «Экология». Заключен контракт на конструкцию очистных сооружений. Это тоже самое, один из важных таких моментов для нашего города. Значит, подрядчикам выступает федеральное автономное учреждение «Роскобстрой». Учредителем является Министерство строительства Российской Федерации у этого учреждения. Но до настоящего момента на этой неделе должны прибыть представители как раз этой компании и их подрядчики. Кроме этого, реализуется у нас в городе в 15-м микрорайоне, и сейчас идет строительство сетей водоснабжения. Тоже регион строит подрядчик. Есть какие-то моменты, идет сейчас корректировка проекта, факт того, что биологические изыскания, так скажем, немного подвели. Вот, и поэтому сейчас меняется метод прокладки, значит, строительство этих сетей водоснабжения. Но тоже ожидаем, что будет выполнен в этом году проект. Очень больше заверить, потому что срок пополнения именно в 2023 год. Так, уже в рамках программы развития жилищно-коммунального хозяйства у нас идет за счет средств субсидий из республиканского бюджета на первоочередные мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду. У нас заключен контракт сейчас у Байкал-технология. Здесь выполняются работы по капитальному ремонту газоходов в центральной котельной. Тоже необходимое мероприятие в этом году. Они будут снимать наличные, расплачиваться по карте и получать кэшбэк за покупки. А где будем мы? Может, в другом банке? Здесь 180 дней без процентов. Оформи карту Азиатско-Тихоокеанского банка до 23 июня и забудь про проценты. И вновь в нашем городе участили случаи телефонного мошенничества. Еженедельно в межмуниципальный отдел МВД России Севербайкальский поступают обращения пострадавших о действии злоумышленников граждан. В их числе не только пожилые люди, но и молодое поколение. Все убедительнее и изощреннее становятся и способы обмана. Так мошенники могут позвонить на сотовый телефон с предложением получить накопленные бонусы. Например, за пользование системой быстрых платежей, якобы накопились денежные средства у владельца, как бонусы 3 тысячи, 5 тысяч, суммы могут быть разными. Или за длительное нахождение клиента какого-то банка. То есть варианты могут быть разные. Предложение может прозвучать, да, у вас накопились бонусы за пользование СПБ. Или у вас накопились бонусы в связи с тем, что вы уже 5 лет являетесь клиентом банка ВТБ. Звонить могут с разных номеров. Номеров 900, который является общепринятым к сведению номером Сбербанка. Номер может определяться как, опять же, номер банка, например, ВТБ. Такие доступные сведения у мошенников имеются. Поэтому, поднимая трубку и отвечая на звонок, можно только прослушать информацию. Каких-либо ответных действий у людей, которые вам звонят и представляются даже сотрудниками банка, делать нельзя. Все действия со своими картами, со своими секретными кодами, со своими ПИН-кодами можно делать только у сотрудников банка в помещении банка. Мошенники могут позвонить, представившись сотрудниками не только банка, могут позвонить и представиться сотрудниками властных структур. В том числе, у нас по зарегистрированным происшествиям в МОМВД РФ Севербайкальский имели случаи, когда представлялись мошенники конкретно заместителем начальника отдела полиции МОМВД РФ Севербайкальский, называя свое имя, фамилию, отчество, то есть представляясь конкретным должностным лицом. Говорили, вот моя должность, вот мое имя, фамилия, отчество, вот мой номер телефона служебный, вы прямо сейчас можете мне позвонить и проверить, что это я вам звонил. То есть человек, естественно, не сбрасывает трубку, он верит и опять же дает какие-то свои банковские реквизиты. Этого опять же делать нельзя. В таком случае ложите трубку, звоните на дежурную часть МОМВД РФ Севербайкальский, это номер 8-30-132-18-82, либо вы можете пройти в дежурную часть и задать такой вопрос. Мне позвонили сотрудники полиции, такой-то заместитель, такой-то начальник или даже сам начальник отдела полиции и сказал, что такие-то действия проводятся мошеннически с моей картой, да, я хочу выяснить. Вам ответят, скорее всего, что такого не происходит. 1 мая в нашем городе состоялись традиционная легкоатлетическая эстафета и праздничный концерт, посвященный празднику весны и труда. Всего на старт в этом году вышли более 150 жителей нашего города. Ученики школ, студенты техникума, представители трудовых коллективов. Не отстают от взрослых и малышин. Также состоялись состязания для велосипедистов самого разного возраста. Мне нравятся старые велосипеды, которые хорошо накатом идут. Да, конечно, современные велосипеды, они и скорость могут переключить. Но мы очень рады поучаствовать в такой праздник. Это наш старый советский еще, 1 мая, труд, мир, май. Это же наш праздник. Мы тогда с флагами, транспарантами ходили здесь, бам, когда строили. Сейчас здорово. Здорово то, что вернули опять сейчас молодежь. Вот проводим все соревнования. Все-таки 1 мая – это такой день труда, очень важный день. Когда каждый человек может испытать свои силы. Так, устроили еще такую интересную эстафету. В последний раз такая эстафета, насколько я помню, была очень. Я в ней участвовал, мне очень понравилось. Мне надо было еще раз, потому что я в ней участвовал. Я не участвовал. Всех с 1 мая. И свою бабушку я поздравляю с днем рождения. Он у нее сегодня нахожен. Бег давно признан одним из самых простых и доступных видов физической активности. Это с удовольствием подтверждают опытные спортсмены, которые знают, о чем говорят. В этом году я принимал участие не как школьник, ученик гимназии номер 5, а как студент Сибирско-федерального института города Красноярск. Принимаю с удовольствием в этих соревнованиях участие каждый год, 1 мая. Для меня этот спорт вообще очень важен, а бег является основой каждого спорта. Для этого спорта очень важно не лениться и правильная обувь, чтобы не вредить своему здоровью. После окончания спортивных соревнований в парке состоялся митинг, посвященный празднику «Весны и труда». Я желаю, чтобы ваша работа приносила вам радость и удовлетворение, чтобы ваш труд достойно оплачивался, и у вас были безопасные условия труда. А для этого мы, профсоюзы, постараемся что-то сделать для вас полезное. Я желаю вам всем мира, добра, тепла и благополучия. С праздником вас! Первые лица города вручили медали и грамоты победителям майской эстафеты и велосипедистам. Завершилось мероприятие праздничным концертом. 12 мая в нашем городе состоялся муниципальный этап военно-спортивной игры «Победа». Участие в ней приняли около 50 юнормейцев со всех свербайкальских школ. Эта военно-спортивная игра пришла на смену знаменитой «Зарницы», участие в которой в свое время принимали несколько поколений жителей нашей страны. «Современная Победа» – это комплекс мероприятий, также направленных на развитие патриотического воспитания, физической культуры, знаний основ безопасности жизнедеятельности. Муниципальный этап, участие в котором приняли 5 команд юнормейцев, проходил на водолазной базе воисковой части 76-28. Яркими и насыщенными стали визитки, творческие презентации ребят. А медали, вон сколько у тебя. Ты герой-дедушка. Я внущик солдат, а все, кто защищают свою родину – герои. И неважно, сколько у них медалей. А на затвор бегла роса, и грезится веселый май. И хочется закрыть глаза, но ты глаза не закрывай, не закрывай. Кричат грачи, там свой березовый кольбой. Ползет малина, срачи на город за твоей спиной. Курсанки закатались, солдаты шли в последний бой. А молодого командира не шли с пробитой головой. А я музыкантом был, в военном оркестре играл. А сыграй-ка в Муглянку. Головы вверх гордо поднять. За тебя, Родина-Мать, мы до конца будем стоять. За тебя, Родина-Мать, мы будем петь, будем бурлять. За тебя, Родина-Мать, мы застанут ближний ураль. За тебя, Родина-Мать. Также ребятам предстояло показать свои знания в истории России, умение разбирать и собирать автомат Калашникова, стрелять из пневматической винтовки, выполнять строевые приемы, а также проявить себя в тактической игре «Дорога победителей», где участники должны были показать готовность действовать в чрезвычайных ситуациях. Все команды показали высокий уровень подготовки. Победителем же стали ребята лицея номер 6. В следующем году они представят наш город на республиканском этапе военно-спортивной игры «Победа». Все ребята остались довольны, все поучаствовали. Большое спасибо воинской части нашей. Они оказали очень большую помощь в организации, в проведении этого мероприятия, нашим учителям ОБЖ, которые готовили ребят, руководителям образовательных учреждений. Ну и в дальнейшем, конечно, мы планируем проводить эту игру ежегодно. В этом году на республику, участвовать в республиканском этапе, у нас поедет команда гимназии номер 5. А в сегодняшней игре у нас победу одержала команда лицея номер 6. Лыжный переход, посвященный 9 мая, состоялся в Севербайкальске. Самому главному празднику страны, Дню Победы, посвящается много самых разнообразных мероприятий. А вот такое остается неизменным уже на протяжении 34 лет. Лыжный переход Севербайкальск-Хакуса-Севербайкальск – серьезное испытание даже для профессионального спортсмена. Но участников этого традиционного перехода не становится меньше, а только увеличивается. Встречал лыжников на финише Андрей Невьянцев. От администрации города и от городского совета депутатов Царькову Андрею, единственной женщине, принявшей участие в переходе Царьковой Анне, Петрову Юрию, Горбунову Владимиру, Михаилу Кузнецову, Дианову Николаю, Янковскому Юрию, вручены грамоты и небольшие призы. А когда люди появляются те, которые не просто фонтанируют идеями, а еще и организовывают, участвуют в этом сами, мы, конечно, всегда настроены помогать и благодарить за это. Не только от администрации и городского совета, я думаю, от всех жителей нашего города, от всех похлонников спорта. Грамота вручается Григорию Валерию. Небольшой подарок. Отдельно отмечен грамотой вдохновитель, организатор и продолжатель традиции перехода на другую сторону Байкала и обратно в честь Дня Победы. Вредили 8 человек, вернулись 8 все. Погода нам, конечно, сопутствовала, это очень приятно. И хотелось бы, что это, ребятишек вот таких больших тоже с национальными запусками, это очень, чтобы они познали, что такое наше, это, и замена наша будет. В конце апреля в Доме культуры Байкал состоялся конкурс-фестиваль патриотической песни «Мы вместе». Такое мероприятие проходило в нашем городе впервые и имело большой успех как у зрителей, так и у участников. Подробности далее. Название фестиваля конкурса было выбрано не случайно. С момента начала специальной военной операции на Украине жители нашей страны стали сильнее в своем единстве. А еще в нашем городе действует фонд с одноименным названием. Именно так называется наш фонд, который мы осенью прошлого года организовали в городе. И все средства, которые мы в него собираем вместе с вами, с организациями нашего города, а это уже порядка двух миллионов рублей, мы направляем нашим ребятам. Разными способами, есть много, конечно, сложностей, чтобы эти средства непосредственно доходили до них. Но, тем не менее, это работает, это очень здорово, и мы получаем много благодарности в адрес вас, в адрес жителей нашего города. 17 коллективов различных учреждений и предприятий приняли участие в конкурсе. Показать свои вокальные данные и творческие способности им предстояло в следующих номинациях. Хор, соло, дуэт, квартет, большой и малый ансамбль. Я когда-то давно себя спросила, что она для тебя страна Россия. И спустя много лет отвечаю, я знаю, для меня ты всегда, ты одна, ты родная. Россия — это сила, слава, великие люди. Россия была, Россия есть, Россия будет. Смотри, какие звезды, и канада такие, и золотые весны, и все снега в России. Смотри, какое солнце, в город на небе синее. Моя любовь несется, тебе по небу на России. Моя любовь несется, тебе по небу на России. Ни в дусти не кали, я не знаю земли, Лучше той, что меня распила. По-настоящему теплым и душевным стало это мероприятие. Не раз в глазах зрителей стояли слезы. Репертуар на конкурсе был самым разным. Здесь звучали песни о родине, военные, патриотические. А знакомая всем «Катюша» была представлена в новом особенном исполнении. Нелегко в этот день пришлось членам жюри. Но лауреаты и победители все же были определены в каждой номинации. Гран-при завоевал коллектив «Школа номер три». Мы очень рады, что мы победили. Заняли такое грандиозное место. Патриотизм. Мы сами воспитываем патриотов, маленьких поколений, наших детей. И мы являемся примером. И наша песня «Наш край России» этому тому показателю. Все участники получили благодарственные письма и заряд положительных эмоций. В планах организаторов сделать такой конкурс традиционным. Все получили большой заряд хорошей, позитивной патриотической энергии. Мы уверены, что нам необходимо это будет продолжать. И считаем, что многие коллективы нашего города присоединятся к данному фестивалю. И это станет хорошей, еще одной доброй традицией в нашем городе в части патриотического воспитания и патриотического подъема духа жителей нашего города. Особую благодарность мы выражаем организаторам данного фестиваля. Это Управление культуры, Администрация муниципального образования города Сиробай-Кайск, Дом культуры Байкал и всем, кто принимал участие в этом конкурсе. На этом у нас все. Смотрите все выпуски программы «События недели» в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также на сайте компании «Аронет». Мы увидимся на следующей неделе. Берегите себя, не оставайтесь с нами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин